утречка доброе надеюсь вам меня слышно хорошо потому что я вчера совершила просто танцы с бубнами ради того чтобы в телефоне нормально работал микрофон так ну скажите мне пожалуйста меня лучше теперь слышно или нет я как обычно приехала на фут сити сегодня прилетает в гости мой папа и мне надо купить мясо для борща и любимый сыр папин в общем папа у меня гурман есть он сыр немецкий называет он его ну тот сыр который пропавший творожок вкусный мне уже на папин любимый сыр как постоянному покупателю дают скидку потому что я ему его покупаю отправляю волжский сейчас он прилетает но естественно я ему куплю чтобы ему было чем полакомиться что у меня уже скидок ребят привет здорово ребята мне я за мясом сейчас меха хорошей хорошей что говядинку мне надо на борщ кстати парковка на фут сити стоит 50 рублей три часа и еще внизу очень часто нету мест всегда все битком поэтому заезжайте на крышу здесь всегда свободно и очень удобно на лифте спускаешься прямо в рынок я приехала за стейками мира торг стейки это всегда такая и дешевая история но есть стейки они недорогие очень вкусные мы всегда берем сейчас покажу какие мне нравится стейк denver именно вот в этой белой упаковке стоит такая упаковочка 500 рублей здесь два стейка для стейка это как бы нормальная цена недорогая потому что у них есть стейки и по 1700 и где-то есть даже и по три но я конечно такие не беру не вижу смысла а муж любит вот этот стейк стрип лоин единственное мы срезаем этот жир когда выбираете стейки смотрите чтобы как можно больше было таких вот белых прожилок тогда они будут сочнее и вкуснее все прекрасно в мира торги делают они замечательную продукцию ну вот блин ребят мне кажется не камильфо очень часто в куриной продукции бывает просрочка ее много ну как-то решить этот вопрос я сейчас отмечу свою историю с вас вдруг кто-нибудь посмотрит и решит этот вопрос потому что ну как так столько просрочки так я вам сейчас покажу а тем кто на меня подписан давно напомню как приготовить самый вкусный бульон я варю так даже для борща можно приготовить из курицы из говядины из баранины и свинины только уже надо самому ориентироваться сколько варить мясо потому что недоваренное мясо это плохо и переварено это не очень хорошо значит я дочерна обжариваю морковь лук чеснок прям дочерна у меня есть такая уже говеная так скажем сковородка которая у меня чисто для этих целей ведь она там ободранная ну вот я как раз все для бульончиков не обжариваю то что хорошо промыть мясо наверно мне не надо об этом говорит добавляю лаврушку и перец горошком и добавляя вот эти вот обжаренные овощи если у вас есть зелень то хорошо еще пучок зелени если нет ну нет у меня сегодня есть дальше я солю по вкусу и накрываю бульон вот таким вот одноразовым полотенцем то есть это не бумажное полотенце это вот такие одноразовые полотенца они везде продаются и в каруселях и в ашане и в метро сейчас покажу как и для чего выглядит это вот так это полотенце для того чтобы не стоять не снимать пенку то есть вся вот эта вот шняга которая при варке бульона образуется она налипнет на полотенце и когда бульон будет готов просто берете собираете полотенце ну ложечкой естественно там аккуратненько и выбрасываете это очень удобно все теперь я жду пока мой бульон закипит как только он закипит я ставлю его на медленный огонь здесь у меня говядина я буду варить ее два часа на медленном огне тогда бульон будет прозрачный а мясо будет нежная сочная вкусная что значит еще медленный огонь вот когда ваш бульон закипел вы должны убавить температуру для просто электрическая я знаю на какую цифру убавить чтобы он знаете так потихоньку булька устоял не то чтобы ничего не происходило так потихонечку булька и это секрет прозрачного бульона если вы будете варить бульоны и вот это вас все будет вот так вот кипеть и никогда не будет прозрачным он всегда будет мутным вот я даже никогда не добавляю не чище потому что мне всегда такой прям кристально бульончик такой прям то что надо а и время варки мы засекаем только после того как закипел вот уменьшили огонь и засекаем время ребят директ завалили вопросами про гриль этот гриль я подарила мужу на день рождения потому что муж у меня большой фанат стейков нам очень нравится гриль супер я много отзывов читала естественно прежде чем выбрать подарок и все-таки тефаль прям цена-качество лучше всего нам очень нравится как хорошо все-таки что ты такой умный да тупая хозяйка это конечно горе а умная собака это здорово хочет пить подходит бьет мисом по миске что она пустая сейчас дорогой прости пожалуйста сейчас я тебе налью ребята вы не поверите компания мира торг только что написала мне не сказали что они обязательно разберутся с этой проблемой попросили у меня адрес магазина где такое происходит поскольку этот магазин и рядом я смогу отследить ситуацию и понять разобрались с этой проблемой или нет я достаточно часто в этом магазине покупаю продукты так и сейчас директ завален вопросом что делать с этими обжаренными овощами которые находятся в бульоне я вам честно могу сказать я их выкидываю ну как бы блин лучок один лучок одну морковку и зубчик чеснока ну что с этими зажаренными дочерна овощами делать я выкидываю может быть кто-то другое применение придумает так ну больше получился просто какой-то супер обалденный жаль что инстаграм не передает эти ароматы очень вкусный молодец я конечно у меня же папа морфлот и естественно сегодня все драйло вычищала чтобы не дай бог знаете как он раньше у меня в детстве пыль проверял подходил дверному косяку так вот пальцем проводила говорит а это что пыль все гулять не идешь поэтому я к папиному приезду все вы драйло борщ сварила иду с рональдом гулять у меня сегодня stories получается записывать только когда я куда-то иду потому что я целый день как пчелка мая но в общем-то целый день была в делах у меня есть к вам вопрос я очень много снимала в парке гарри поттера я вот думаю интересно вам будет это или нет если интересно я тогда сяду смонтирую и выложу все эти видео а если нет тогда я не буду заморачиваться